Узнать, о чем рассказала красная калинкоровая тетрадь Татьяны Бирюковой, теперь может любой желающий. Издание с таким названием увидело свет в 2020-м. Уже 15 лет Татьяна Александровна состоит в литературном объединении имени Шкулёва, и её книга включает рассказы и стихи, воспоминания и статьи за эти годы. Эта тетрадь ровно такая, как она здесь нарисована. Она действительно красная калинкоровая, и в ней записи. А вот на этой стороне так мне подумалось, что я должна так сделать и сделала. Почему? Почему вот эта березовая роща? Потому что каждый из наших поэтов, особенно тех ранних, писали о нашей березовой рощи, о нашей видновской березовой рощи, и называли её видновское солнышко. Издание Татьяны Бирюковой приурочено к 65-летию одного из старейших в Москве и области Лито имени Шкулёва. И посвящено людям, которые в разные годы руководили и стояли у истоков этого содружества. 260 страниц, за которыми долгие годы кропотливого архивного труда и активного поиска родственников и друзей героев, чтобы узнать о них из первых уст. Так появились 15 литературных портретов о том, как жили, творили, любили. Например, Тараканов говорил, я все свои живые клетки в стихах сжигаю до конца. Простой рабочий, да, но у них горело, у них горело в душе. Он был вот в этой гуще огня, и было понятно, что вот эта стихия огня, и стихия вот этого радостного труда, когда начали строить, когда не война, когда мирная жизнь. Татьяна Бирюкова эмоционально описывает далекие 50-е годы, когда и зародилась ЛИТО, тогда еще под названием «Коксохимик», и одного из его первопроходцев, Александра Тараканова. Трудившийся на МКГЗ дверевым коксовых печей, он находил в поэзии «Отдушину». Так же, как и его единомышленники, другие герои книги – Шахин, Насевич, Федулов, Головин, Певзнер. По словам автора, и тогда, и сейчас всех членов ЛИТО, ее саму, объединяет страстная любовь к литературе. Инженер по профессии, но по призванию поэт и краевед, она черпает вдохновение в каждом дне, в обыденных, но порой удивительных моментах. А вчера мы выходим, вот такая чернющая была туча, и эта туча, прям стало темно от нее. И вот эта туча начала куда-то туда, к воротам отходить, и вдруг на дорожку, вот эту темную дорожку, вдруг падает луч, вот какой-то света. И вот эта поверхность вся, как будто, знаете, раскрыли какой-то холст. Написала, назвала «Миг озарения». Тираж книги – всего 100 экземпляров. Один из них можно найти в Центральной библиотеке Видного. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.